Грузия – ближайший сосед Азербайджана. Две страны, стратегические партнеры во всех сферах, в том числе в политических и экономических вопросах. Грузия активно участвует в глобальных проектах, реализуемых Азербайджаном. Во всех международных организациях Баку и Тбилиси поддерживают друг друга в вопросах территориальной целостности. В то же время в Грузии проживают десятки тысяч наших соотечественников. Поэтому процессы, происходящие в этом государстве, важны и для Азербайджана. На этой неделе свой первый визит в регионе после победы на выборах президент Грузии Солома Зурубишвили совершила в Азербайджан. О его итогах мы поговорим с политологом Ильгаром Велизадой. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте, Ильга. Отношения Азербайджана и Грузии в последнее время активно обсуждались ввиду того, что армянская сторона пыталась внести в них разлад. Итак, можно ли сказать, что визит в Азербайджан президента Грузии поставил все точки над «и» в Азербайджанно-грузинских отношениях? Практически можно сказать так. Но надо сказать, что двусторонние отношения Азербайджана-грузинские – это не только отношения между двумя, скажем, близкими, дружественными, соседними государствами. Это уже такая устойчивая геополитическая конструкция, на которой базируется целый ряд важных региональных проектов, региональных форматов. Это уже выходит за рамки чисто двухстороннего сотрудничества, наш формат сотрудничества. И это уже фактор региональной политики. Естественно, для того, чтобы этот фактор продолжал играть и дальше базовую роль в нашем регионе, от действий Баку и Тбилиси зависит, если не все, то очень многое. А к этой ситуации пытаются подстраиваться и наши недруги, которые пытаются нарушить эту конструкцию, пытаются создать кризисные элементы в двусторонних отношениях. И это тоже можно понять, поскольку чем успешнее этот формат, тем больше вероятнее происки врагов. Ну, как говорится, хорошая пословица, собака лает, а караван идет. Успокоятся наши соседи Армении после этого или все-таки нет? Я думаю, что не успокоятся, но дело в том, что я в данном случае хотел бы акцент сделать на, скажем так, сознательность политических кругов в наших странах и, в частности, в Грузии, поскольку действия, вот, скажем, вот этих нечистоплотных сил ведь обращены к ним, адресованы к ним. И они пытаются спекулировать на двусторонних отношениях, как раз таки, грубо говоря, эксплуатируют тему интересов Грузии. Ну, это, естественно, в каких-то моментах им удается, но, значит, их действия, по большому счету, находят отклик только у тех политически мотивированных кругов, которые пытаются на этом нажиться. Естественно, интересы Грузии, долгосрочные интересы Грузии, они оставляют в стороне, и, преследуя свои корыстные политические близкие какие-то цели, они пытаются вот на этой волне что-то поймать. Это было неоднократно, мы неоднократно были свидетелями таких ситуаций, но все-таки прагматизм и все конструктивный настрой двусторонних отношений, он превалирует и как бы нейтрализует вот эти риски. Кстати говоря, визит президента Грузии в Азербайджан лишний раз об этом говорит. Президенты выступили совместным заявлением для прессы, подчеркнули ряд важных моментов в двусторонних отношениях. Что бы выделили вы особенно из этих заявлений? Экономическое сотрудничество, политические моменты? Вы знаете, мне кажется, что вот в нынешних переговорах, в нынешнем визите все-таки доминировала тема гуманитарных контактов, тема гуманитарных отношений, культурных отношений. И это, наверное, не случайно. Кстати говоря, наши недруги как раз-таки бьют по этой теме больше. Поскольку к таким железобетонным конструкциям, к железобетонным проектам уже им не подобраться. А вот здесь можно подспекулировать. Я думаю, что все-таки и с азербайджанской стороны эта тема получила развитие именно межкультурного диалога. Поскольку президент Грузии встречался и с главой государства, президентом нашей страны, и с первой леди, первым вице-президентом, то есть вот эта тема межкультурного диалога, она получила полный охват во время ее визита. Дело в том, что после того, как в Грузии произошли серьезные реформы в политической системе, президентской власти была отведена роль, ну, как бы, больше предсоветческих функций, или же функций, связанных с, может быть, частично с внешней политикой. И президент Грузии, она попыталась максимально этими функциями, значит, ими воспользоваться. Вот в этом визите, с невооруженным взглядом видно. Я думаю, что именно акцент на культурном диалоге, он не случайен, поскольку двухсторонние отношения, они нуждаются в гуманитарной подпитке. Очень важно, чтобы наши народы и впредь шли бок о бок, чтобы было взаимопонимание. Вы в начале нашего разговора говорили о том, что в Грузии проживает большое количество азербайджанцев. Это, естественно, тоже база для нашего диалога, для нашего общения. И в этом смысле, конечно, следует как-то сегодня подходить к использованию этих возможностей с новыми условиями. И президент Грузии говорил о том, что для Грузии особую ценность представляет именно толерантность. Такую же ценность этот фактор имеет и для Азербайджана, для нашей внутренней политики. Поэтому и Грузия, и Азербайджан – многонациональные государства, где гарантированы права всем представителям и наций, и религий, которые здесь проживают. И поэтому нас это объединяет, это нас цементирует. Но есть у нас, как же из них и не другие, в частности в лице Армении, мононационального государства, который пытается эксплуатировать. Это их конек, они пытаются все время стравить различные народы друг с другом, и они пытаются благодатную почву найти и в Грузии. Я думаю, что им это, естественно, не удастся, благодаря мудрости и грузинского народа, и дальновидности все-таки грузинских политиков. Но, как говорится, попытки они будут предпринимать, и нам нужно обязательно быть начеку, надо купировать эти риски в самом зародуше. Армению наверняка беспокоит и то, что Азербайджан и Грузия развивают экономическое сотрудничество, задействованы в ряде региональных проектов, крупных инициатором которых является Азербайджан, и в которых Армения, ввиду своей оккупантской политики, не может участвовать. Ну, Армении нужно беспокоиться о том, как они вообще будут и дальше жить в регионе, когда эти проекты, которые были заложены, скажем, десятилетия назад, они сегодня получили новое развитие. Кстати говоря, во время этого визита об этом говорилось, что эти проекты, они сегодня наполняются новым содержанием, они развиваются, к ним присоединяется все больше и больше количества стран. Армения находится на обочине этого мейнстрима политического, экономического, и им нужно подумать о том, как они вообще будут с этим жить в будущем. Поезд давно уже ушел. К сожалению или к счастью, им придется догонять этот уходящий поезд. А это нужно будет делать, поскольку региональные процессы, они неумолимо идут вперед, и локомотивами в данном случае выступают азербайджанно-грузинские отношения. Во время встречи президентов было отмечено, что Азербайджан и Грузия многое прошли вместе. Их объединяет и общая трагедия, это оккупация территорий. Этот факт фактически объединяет, является базой для геополитического сближения между одной из баз, составляющих основ геополитического сближения Баку и Тбилиси. Кстати говоря, возвращаясь к визиту, этот визит еще раз продемонстрировал это Соломе Зоробешвили. Это многоопытный политик, она была министром иностранных дел Грузии в бытность, когда закладывался фундамент двухсторонних азербайджанно-грузинских отношений. Она прекрасно знает цены этим отношениям. Она, совершая первый свой визит в регион в качестве президента, отдавала и отдает себе отчет в том, что этот визит она делает для того, чтобы обеспечить, ну скажем так, прогнозируемое и поступательное развитие прежде всего собственного государства, собственной страны. Она могла бы сделать свой первый, совершить первый визит в Армению, она этого не совершила. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Напомню об итогах двухдневного визита президента Грузии. С Соломы Зоробешвили в Азербайджан мы говорили с политологом Ильгаром Велизаде.